Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу. Добрый вечер, друзья. Это шоу «Однажды в России». Шоу про страну, в которой балерина известна тем, что любит баню. Если бы не он, передача была бы чуть короче. Тим Иванов! Сегодня покажем номер про бизнес-такси. Это такое такси, за которое никогда не скидывается тому, кто его вызывал. Будет номер про начальника, подчиненные которого не хотят звать с собой на вечеринку. Но замечено, что единственное место, где все рады будут видеть своего начальника, это пейнтбол. Покажем номер про медиаспорт. Это когда никто не будет тебя хейтить за пьянку после матча, потому что ты в первую очередь рэпер, а не футболист. Ну а закончит выпуск пародия на рэпера Элвана, концерт которого это просто двухчасовая, зарифмованная, мотивирующая речь. Шоу «Однажды в России» мы начинаем! Начинаем! Они не успели сняться в «Беременно-16», потому что решили замутить с зэком. Они какают с открытой дверью, потому что все равно никто не зайдет. Они не наводят суету, не кипишуют, не моросят. Они просто ждут своих любимых из тюрьмы. Заочницы Института Семьи Абаждулий Меня зовут Екатерина Парашкина, мне 30 лет, и я Абаждуля. Я работаю визажистом, массажистом, таксистом, пианистом. В общем, я очень много работаю, чтобы везти в тюрьму 30 килограмм еды, одежды и сигарет моему возлюбленному Михаилу, который любит меня. Вот, а я его. И уже через 10 лет он выйдет на свободу. Ну, прежде чем начинать отношения с заключенным, я, конечно же, иду к маме, чтобы она меня, ну, поддержала. Она же мамочка моя. Ой-ой-ой, дура ты 30-летняя. Ты вообще не понимаешь, что тебе потом всю жизнь это разгребать, а? Я не понимаю, как у такой красивой, нежной, веселой девочки могла родиться такая тупорылая дочь. Нам чуть-чуть заплатят. Да? Да. Ой, доченька, ну и угораздила же тебя. Ну, ничего. У нас в семье все талантливые. Да, дочка вот за зэка замуж выходит, влюбилась. А я пою. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я? Мама, не плачь, у меня для тебя пупельная новость. Послезавтра мы с Михаилом поженимся. А это значит, что ровно через 9 месяцев и послезавтра ты станешь бабушкой. Ой, какая ты дура. Не, зря все-таки на 8 месяце я энергетики пила. Свадьба уже завтра, и мы очень рады, и мы долго думали, где будем отмечать. А потом вспомнили, что Михаил сидит. Ну, ничего, нам кольца зато прям там в тюряшки наколят. А подругам скажу, что у нас на свадьбе выступал Стас Михайлов. Все равно никто не прав, Юрий, там не пускают, и камеры запрещены тоже. В камеры нельзя камеру. А сейчас ко мне придет моя близкая подруга Яна. Ну, она не прям, капец, там самая близкая, но дверь в туалете друг к другу держали. Че? На туре? Это же типа, ну, вы понимаете, ну типа, не, 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 не. А Яна за меня очень сильно рада, даже двух слов связать не смогла. Ну, она когда уходила, крикнула, Катя, одумайся, ты что, забыла про Демасика Саранчу, который через любой забор перепрыгнуть мог? Ну, короче, завидует. Ой, а я вам не рассказывала, у меня был бойфренд, у которого была условка за ограбление ювелирного. Вот. Но мы расстались, потому что он не хотел детей. А куда я дену сына-подростка? Ой, а я вам не рассказывала, у меня есть сын-подросток. Ой, а я ему не рассказывала, что у него будет новый папа. Сынок, мне нужно тебе кое-что сказать. Сынок. Сынок. Мне нужно тебе кое-что сказать. Мама, блин, мама, все, уйди, уйди, не нарушай мои границы, ясно? Не нарушай, все, я все убрал, я все убрал. Уйди, 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 уйди. Все, уходи, выходи, выходи. Выходи. Я выхожу замуж за зэка. Выходи. Ну все, сказала. Осталось теперь только помыться перед свадьбой, ну и купить Михаилу авокадо. А то он в этой тюрьме своей вообще ничего не пробовал. Он недавно звонит, говорит, что делаешь? А я ему говорю, кушаю. А он говорит, что? А я говорю, цезарь. А он говорит, я цезарь, потому что успеваю тебя любить и в тюрьме сидеть. С юмором он у меня. Даже не верится, что скоро у нас праздник. Первое свидание и свадьба. Обычно я не сплю на первом свидании, но все может быть. Моя сестра просто отпета. Я тоже так хочу. И уже вступила в сообщество типичное обождуле. Кринж-флекс это все малолеткам оставьте. А вот чепушила, параша, чалица, это то, что делает женщину мудрее. Да как так? Я же ее с восьмого класса любил. Я первый заметил, когда она лифчики носить начала. У нее тогда титьки перестали быть треугольными и стали становиться круглыми. Я и во всех соцсетях писал. Все ее сообщения сохранил. Вот, смотрите. Еще раз мне напишешь, я тебя в пах поколочу. Хочет меня там потрогать, чертовка. Сейчас. Я уже ехала в тюрягу к своему любимому. В раздрызканном этом пазике. Когда мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что у Михаила есть другая. Три штуки. Конечно же, я поверила. Как вообще можно не верить звонкам с незнакомых номеров? Конечно же. Да и тюрячные мужики, они все кобели. Я в этом уже убеждаюсь пять раз. Вот. Ну, теперь зато я точно знаю, что этот урок мне был дан не просто так, а чтобы знать, что нельзя добирать незнакомцам. Вот. И уже завтра я выхожу замуж за своего соседа, дядю Арама. Вот. Я его давно знаю. Надеюсь, все будет хорошо. Вот. Пойду и обрадую. Все, меня перевели в бизнес-такси, понял? Все, я этих абрыганов больше не буду возить. Я в этом экономе. Все, я тебе говорю. Я все круги ада прошел. Я что только не видел, я тебе реально говорю. А в бизнесе по-другому будет. Все, сейчас другие люди нормальные, адекватные будут. Блин, буду нормальных людей возить, наконец-то. Так, ладно, все, у меня клиент. Давай, я перезвоню. Командир, ты, главное, не переживай. Химчистку салона оплачу. Главное, довези и все. В смысле, химчистку? Удачи. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной теханши из Министерства Спортищик, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Ниссан Джук. Блин, папку не нахожу одну. Папка была одна у меня. Может, здесь, думаю? Это была папка. А, что? Нет здесь, да, папки? Ладно, наверное, в кабинете оставил. Денис, зайди на секундочку. Будь как пельмень, всплывай на поверхность со дна. Эй, 24 на 7. Нет, 25 на 8. Да. Ну, что, братан, угадай, где я? Все, меня перевели в бизнес-такси, понял? Все, я этих абрыганов больше не буду возить. Я в этом экономе все, я тебе говорю. Я все круги ада прошел. Я что только не видел, я тебе реально говорю. Один раз, короче, женщина с уткой ехала, прикинь, в берете. Ты хоть раз видел утку в берете? И вот там такое каждый день, я тебе серьезно говорю. А знаешь, чем комфорт отличается от эконома? Знаешь, вот все то же самое, все то же самое, только ты в машине не живешь. А в бизнесе по-другому будет. Все, сейчас другие люди нормальные, адекватные будут. Блин, буду нормальных людей возить наконец-то. Так, ладно, все, у меня клиент, давай, я перезвоню. Спасибо вам. Командир, не переживай, сейчас поедем. Буквально два часа и поедем. Все, Миш, езжай, пожалуйста, вечеринка окончена, ну. Братишка, ну давай по одной и еще. Да уже все урны перевернули, не осталось ни одной. Я люблю тебя. Брат, я люблю тебя, я очень сильно люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Нет, ты-то не отвечай, это тогда плохо звучит. Ты просто слушай и все. Все, давай, пожалуйста, ну. Командир, ты главное не переживай, химчистку салона оплачу. Главное, довези и все. В смысле, химчистку? Удачи. Поехали. Стой, 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 стой. Тихо, что случилось? Эй, подождите, петушары. Давайте сильно там друг друга не чпокайте. Поехали, я их не знаю. Поехали. Не понял. А че я босиком? Где мои туфли? Это не смешно. Где мои туфли? Вот здесь вот туфли были. Мужчина, что вы делаете, мужчина? Это мои туфли. Это мои туфли. Это мои туфли. Снимай мои туфли. Перестаньте. Это мои туфли. Я в тебя выстрелю, снимай. Да это мои туфли. Что вы делаете, мужчина? А я угораю, братан. Я со вчера без туфель. А вот, кстати, где они. Это не смешно. Здравствуйте, меня зовут Александр. Сегодня я ваш водитель. Наша поездка составит 20 минут. Какие-то, может быть, есть пожелания по маршруту? Комфортная ли температура в салоне? Если что, говорит. Комфортная, видимо. Тормози! Тормози! Стою, стою. Поехали. Вы так быстро в магазин сходили? Не, а у какого-то мужика за 100 тысяч пакет купил. И что там? Я не знаю. Сюрприз-бокс. Я просто азартный. Хоть бы туфли, хоть бы туфли. Блин, Краковская. Он что, под GPS работает, блин? Чего его так вырубает в центре часто? Сочи! Что Сочи? Едем в Сочи. Так у вас стоит точка, Миша на 24, строение 1. Это за паспортом, дурак. А потом оттуда на машине в Сочи? Я извиняюсь, а зачем вам в Сочи? Да это не твое дело, пёс беспородный. Я просто... Твое дело молча вести уважаемого человека, понятно? Прости, братишка. Мне самому не нравится моё поведение. Надо просто перетерпеть. Нам вот потерпим чуть-чуть, а оно пройдёт. Обиделся? Да нет, нормально. Да не обижайся, брат. Ну извини, всё. Ну извини меня, братан. Я извини. Мужчина, я извини. Что вы делаете, мужчина? Я за рулём, что вы делаете? Я за рулём. Вы видите, что я за рулём? О-о-о. Простите. За рулём. Слышали все? Он за рулём. А лучше, чем вы без руля. Да, вы проиграли. Казино. Что казино? Эй, ты чё, устряпанный? Ты спросил, зачем мне в Сочи? Я говорю, казино. Ты чё, кто тебя Бухова за руль пустил вообще? Алло. Нет, не ресторан. А, это ты ресторан. А, да, сорок третий размер, чёрный. Всё правильно, Карл Лапазолини. Да, а левый лоро пиано. Так, братишка, ресторан, вот я в твою жизнь же не лезу. Вот и ты просто скажи, нашёл, не нашёл, нашёл. Спасибо тебе, дорогой ресторан. Приятно было познакомиться. В Сочи курьером отправь. Шорты ещё. Что шорты ещё? За паспортом, когда буду подниматься, надо взять шорты ещё. Вчера в брюках плавал, неудобно. Стой, 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 стой! Стою, 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 стою. Блин, может уехать, а? Не, ну реально, о чём не будет? Ну, уеду, уеду и всё, чё сказать? Ну, блин, скажу, что просто не вышло клиент, и всё. Что? 3-1 проиграли, прикинь. Ну, ну и понятно, у них там Роналду, Месси, Король и Шурт, факультет информатики. Ну, там без шансов вообще. Едем дальше? Не, а, наверное, дальше пешком. А то у тебя тут наблёвано. Что? Где наблёвано? Вот тут. Где тут? Вот, прям в ближайшем будущем. Секунд через 8, 7, 6. Чего? Выходите из машины. Мужчина, пожалуйста, выйдите из машины. Всё, всё, ты за рулём. Выходите из машины, я вас прошу, пожалуйста. До свидания. До свидания. Охренеть, а! Тьфу! Поздравляю, Саша, ты хотел в тариф бизнес, а попал в тариф балабанов, блин. Не, ну, может, ты один такой, я не знаю, ну, может, остальные нормальные же должны быть. Ну, надо же так попасть было, а. Мужчина, отпустите! Что вы делаете? Помогите, я его не знаю. Доброй ночи. Хостел. Ближайший. Погрязнее, подешевле, побыстрее. Вы точно его не знаете, девушка? Заткнись и езжай, пока я тебе отвертку в шею не воткнула. Не надо разбираться, просто езжай. И, короче, реально, прикинь, я смотрю, а она сидит с отверткой в руках и на меня смотрит вот так, прикинь. Я охренел просто. Все, я, короче, обратно в комфорт перевелся. Ну его нахрен, блин. Я тебе клянусь, богатые, пьяные люди, они реально хуже себя ведут, чем бедные. Это факт, братан, это факт. Серьезно. Все, у меня клиент, я перезвоню. Мишина, А24, строение 1. О-о-о! Здравствуйте! А что это вы на комфорте сегодня? Просто захотелось разнообразия. Вы все-таки доехали, да, до казино в Сочи? Еще три раза за шортами возвращался. Все понятно. Ладно, поехали, что-нибудь. Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо? Конечно справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, в ФК Ростов, то это беда, это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Переступив порог этого дома, вы подписали контракт на все виды искушений, соблазнов и блуда. И все эти подарки для вас приготовил ваш Рамис Айвазович Ёжик. Вась, что происходит вообще? Всегда слушай Лёву И все будет клево Как минимум у Лёвы Всем привет, всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ Канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятин и ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровая кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев! А рядом с ним... Все расцветают и птички поют! Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт! Медиаспорт тот самый, где могут помириться силами и мастер спорта, и бомж, и участник фабрики звезд 4! И, конечно же, начнем с футбола! Того самого медиафутбола! У нас в студии главный тренер сборной России по футболу, хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика ватсапе! А с виду, так вообще, торговец травой из какого-нибудь серфинского кэмпа! Валера Верим Карпин сегодня у нас в гостях! Давайте встречать! Аплодисментами! Ну что ж, как дела, мужчина? В смысле? Что значит, как дела? С утра к атлету поел, сейчас у вас в студии сижу! Вот и все дела тренера сборной России! Если вас интересует какое-то конкретное дело, так и спрашивайте, как делу? Хотя мне какая разница, интересует дело конкретное или нет? Есть и есть, все! Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело! Дело такое, медиафутбол! Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола? Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь! Ну если людям нравится больше смотреть, как рэпера текилу срубают двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что? Ну пожалуйста! В целом позиция как бы правильная! С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, медиафутбол стал популярнее! У сборной сейчас график какой? Два через два! Два матча через два года! Вот! Поэтому и смотрят! Моя хорошая, чё сидишь? Чё-нибудь, может быть, скажешь? А то зарплатку-то вместе одинаковую получаем! Чё? Чё там тебя, может быть, чё-нибудь интересует? Кальций, гемоглобин, может быть, распродажа советских пиджачков? Валера, верим! Сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен! Вы считаете это справедливо? Конечно справедливо! Ну, посудите сами! Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, в ФК Ростов, то это беда! Это трагедия! Это потеря для сборной, для команды! А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе! Да и самой Бузовой тоже, наверное... Ну, конечно! Это естественно! Чё-то чепуху спрашиваешь какую-то! Подумай ещё, а потом задашь вопрос! Ну что ж, друзья! Это был Валерий Карпин! Под жарой ловела с характером пожилой феминистки! Идём дальше! Это вновь студия Мяч ТВ! Студия, в которую любой бык бы с ума сошёл! Такая она у нас вся красная! Мы говорим про медиаспорт и у нас в гостях организатор боёв Анатолий Сулья-я-я-я-я! Только Янов! Человек, благодаря которому спицыные звёзды могут заработать копеечку, просто получая вбудку от всяких разных там пичей или городских сумасшедших! Анатолий, честно говоря, не думал, что ты придёшь? А я пришел. Да, ты пришел. Я пришел как мужчина. Да, ты здесь. Я здесь. Я красавчик. Да, да, ты молодец. Я пришел как мужчина. Ты уже это говорил. Все, хватит. Екатерина, ты что сидишь? Давай задавай вопрос какой-нибудь. А, Анатолий, всегда... Анатолий, она к тебе обращается. Анатолий! Да, Анатолий, всегда хотела... Да, и ни разу не попробовала. Друзья, видно же сразу по тебе, что сидишь вечерами одна и раскрашиваешь по номерам картинки. Вот это да, в квартире на батарейках разве что вилка с ложкой. Небось, вся краска с душевой лейки уже спал зла. Но! Какое отношение это имеет к гостю? Скажи, пожалуйста. Воу-воу-воу, давайте на уважение. Давайте на уважение. Если есть что-то сказать, скажите это в клетке. Завтра. Завтра в 7 вечера в ЭТБ-арена. Погнали. Будете на разогреве боя Явлинский-Беркова. С меня сумка денег. Нет-нет-нет, это не пойдет. Ты что, лысый? Нет, не получится. У тебя ничего не получится. Это же я только на лицо любимый бабушкин внук. А на деле я просто двухметровый лось с журналистским образованием. Я только тут в студии вонять могу. Понятно? Так что я никуда не пойду. Анатолий? Анатолий! А она забывает, что тебя зовут Анатолий, поэтому с вами говорит Анатолий. Анатолий, скажите, разве вы не боитесь за здоровье совсем не подготовленных к бою людей? Давайте так. Главное это уважение. В клетке, за клеткой. Если ты далеко от клетки, не важно. Это важно. И если быть откровенным, то все люди, да, которые у нас дерутся, их же не любят. А мы лишь просто даем возможность зрителю увидеть, как суют в пачку тем, кого они не любят. Складно лопучешь, я тебе скажу. Что уж там говорить. Спасибо тебе. Давай, дружище. Давай, иди в этой студии умный только я. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной теханши из Министерства спортищик, которая когда-то была худенькой грационной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Ниссан Джук. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная теханша. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт? Значит так, позиция Министерства жесткая и непримиримая. А именно, мы решили в каждом виде спорта открыть медиасоревнования. Например, медиагребли. Вот это ничего себе новость! Аж чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и, ну и, ну и, ну и, что же, что же, что же? Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе, по команде, они грибут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду. Так! А что же там еще? Ой, простите! А что же там еще? Медиабиатлон! Ой, мама! Я все! Я все! Друзья, медиабиатлон! Слушаем! Так, спорт, конечно, непростой, и давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет, и он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиабоулинг. Но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники. А скажите, нет ли... Что-то говорит, Катюша, давайте послушаем. А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут? Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи, на этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания. Уважаемые друзья, это была передача «Все на мяч», и я ее ведущий из сладкоголосая двухметровая сахарная булочка Дмитрий Губерниев. и я, ведущая из «Подканья». Увидимся, друзья, пока! Тролль. Ведьма. «Блин, я лучник». Чего? «Лучник!» «Вы лучник?» «Новичкам везет, вы видите, новичкам везет!» «Сразу лучник!» «А что, лучник это круто? Лучник даже 400 лет назад не круто было. Вы че, лучник это самый мощный и самый дерзкий персонаж?» «Ну раз такой мощный персонаж, можно еще минус 5!» «Подождите, но...» «И все будет клево!» «Будет клево!» «Всегда слушай Леву!» «Слушай Леву!» «И все будет клево!» «Будет клево!» «Как минимум у Левы!» «Будет клево!» «Сегодня пятница!» «Ну да!» «Сегодня, как всегда, у меня?» «Нет! Вот сегодня давай уже не будем у тебя, Денис! Мы в прошлый раз были, и у тебя на какашку наступило!» «Да это собачья какашка!» «Да у тебя нет собаки!» «Это и странно!» «Это очень странно!» «Давайте к Ване в этот раз, да?» «Да, давайте, вообще без проблем!» «Ну хорошо, тогда я игру беру!» «Какую игру, Денис?» «Вы офигеете!» «А эта игра не из дерева, Денис?» «Да!» «А ее в тюрьме сделали?» «Да!» «Ты задолбал, Денис! Мы не будем в нарды играть!» «Ты понимаешь, что не умеет?» «Катя не умеет нас играть!» «И не хочу!» «Ну да!» «Тем более у нас куча настольных игр, в которые мы еще вообще ни разу не играли!» «Да, классный там есть!» «Коллеги!» «Добрый день!» «Извините, что опоздал!» «Но, как говорится, начальство не опаздывает!» «Начальство ширенькой писью прищемило!» «Ну ничего, поработаем пару часов и наверстаем!» «Да?» «Погнали!» «Слушайте, а мы можем перенести на понедельник?» «Просто мы сегодня с друзьями с работы договорились, что мы после работы встретимся и пойдем потусим» «С какими друзьями с работы? Ты еще где-то работаешь?» «Нет, вот друзья мои с работы, вот они» «Вы вместе собираетесь после работы?» «Ну да! Каждую пятницу, да» «Каждую пятницу?» «Да» «Вот с дружным коллективом отмечаете?» «Да» «Блин, ну классно» «Что, я тогда пошел в кабинет» «А, Денис, кстати, зайди на минуточку» «А я что?» «Ну вот зачем?» «Спрашивается, зачем было рассказывать, что мы каждую пятницу собираемся вместе» «Сейчас он либо обидится, либо она просится, и то, и то плохо» «Угу» «Ну чего он?» «Ну чего?» «Короче, сказал, что он сейчас выйдет, и мне надо его при всех позвать с нами потусить» «Блин» «Просто все, ребят, вечер испорчен, сейчас он будет свои истории скучные рассказывать, как он ворону огромную видел» «Как он нафизрез углового гол забил ногой» «Да, да, да» «Дэн, не зови его, а по братству, я тебя прошу» «Как я тебя не позову?» «Но он душный, реально» «Ну, просто он выйдет, просто молчит, и все» «Просто ничего не говоришь» «Блин, папку не дохожу одну» «Папка была одна у меня» «Может здесь, думаю» «Это была папка» «А, что?» «Нет здесь, да, папки?» «Ладно, наверное, в кабинете оставил» «Денис, сука, зайди на секундочку» «Подождите, Рависа Ивазович» «Ну, конечно, я согласен, конечно» «Во сколько?» «Где?» «Просто скажите адрес, и я буду там» «Нет, давайте вместе поедем, даже пораньше уйдем с работы, фиг с ним, и поедем на моей машине» «Ух, отдохнем» «Короче, никто не хочет, чтобы вы ехали с нами, все» «Никто не хочет, правильно же» «Ну, просто вы начальник, а мы будем стесняться при вас, будем зажаты» «Да, просто неудобно будет как-то, знаете» «Да ладно, вы что это, я здесь начальник, Рамиса Ивазович, а там же я на отдыхе просто» «Рамисик, Рэмчик, Рамулик» «Рамиси пися» «Ну, да» «А давайте, знаете, как сделаем, сегодня отдохнем у меня» «А, да, все, отказы, не принимаются, ничего не хочу слышать, и то нахрен уволю всех, а» «Шутка, это шутка, шутка, это Рамик, Рэмчик, шутик» «Сегодня 8 у меня, ну все, блин, я пошел готовиться, что будет, ребят, как у нас дружный коллектив» «Спасибо, Денис, лучше бы я еще раз на какашку наступила, вообще» «Ну, хотите, я возьму ее с собой» «Да вы откнись уже» «Ого, слушайте, а мы точно адресом не ошиблись? Это больше у нас трепушник какой-то похожий» «Ну да» «Да нет, вроде не ошиблись, чувствуете запах дживанши и лагмана, от него всегда так пахнет» «Рамис Айвазович, вы где? Мы пришли» «Мы пришли, мы здесь» «Дамы и господа, добро пожаловать в дом искушений, фантазий и легких укусов за попку Рамиса Айвазовича» «Переступив порог этого дома, вы подписали контракт на все виды искушений, соблазнов и блуда» «И все эти подарки для вас приготовил ваш Рамис Айвазович Ежиков» «Ой, здрасте! Кася, а что происходит вообще?» «Да это ж, это…» «Это кто эти люди вообще?» «Да вы что убежали? Подождите, стойте!» «Вы что это… Я вообще не понимаю…» «Что вы делаете, женщины что вы думаете?» «Да ты как! Не убейте движения! Да убежаться! Уберите руки все! Холодные руки у вас!» «Ну да что такое? Вы же сами хотели отдыхать! Отдыхаем же!» Да мы вообще не так отдыхаем. Мы вообще не так отдыхаем. Мы же не футболисты, блин, вам. И вообще, что там, премия МСТВ какая-то? Я вообще не пойму, что это. Не знаю, пойму. Подождите, а как вы отдыхаете? Вы что, никогда в настольные игры не играли? Да играли и настольные, и подстольные, и подвесные. Вот эти штуки. Кстати, это не люстры, за них можно подвесить кое-кого. Мы вот в такие игры играем. Пу-пу-пу. Вы реально такой, что ли? Да нет, это... Вы что, это... Да это розыгрыш. Это... Я не такой. Это ребята вообще из театра. Вы же из театра. Скажите, вот... Ладно, ребята, потом дорепетируем. Все-таки Чехов требует, знаете, уединения. Давайте, простите. Вот Серега меня подменит. Да? Ты помнишь, все? Стоп. Рука снизу, только палец не сломай. Аккуратно. Так, ребята... Я не знаю. Коллеги, давайте сделаем вид, что этого всего не было. Да, никому в офисе не рассказывайте, окей? Ну, так весь офис здесь? Вообще тогда... Ну вот, друг другу и не рассказывайте. Все. Договорим. У кого тут самое крепкое лицо? Ложись на пол! Стоп, 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 стоп. Арнелла, отбой. Какой-то дурдом какой-то. Сегодня здесь у всех только грустные лисы, извини. Прости, что я тебя дернул с работы, сам ФЦ. Давай потом созвонимся, да? Сейчас как-то не время. Все, пока-пока. Ну, до встречи, Кевин. Кевин? 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 Забыли. Что, давайте, как вы там отдыхаете? Давайте по-вашему. Что за игры у вас? Рассказывай. Рассказывай, Вань. Короче, вот. Очень редкая игра, еле нашли. Еле нашли. Очень круто, что нашли, конечно, очень круто. Рамини Сайвазович, внимательно. Там, короче, за ресурсы надо торговаться, там сражаться даже можно. Увлекательно, правда? Вот сейчас будет увлекательно. О, 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 стоп, стоп, стоп. Так, Рамини Сайвазович, у нас правило. Пить нельзя. Если вы это делаете, то штраф. Начинайте с минус пяти очков. Да. Вот такие правила. Ребята, если честно, пока вы не пришли, я в таком минусе уже был. Даша, там минус пять вообще, погоды не делается. Все. Алло. Все, хорошо, ладно. Я зафиксировал, минус пять. Все, все. Не, ну тогда уже фиксируй, как есть, минус сто двадцать пять. Все, тянем персонажей. Тяните персонажей, Рамини Сайвазович. Да? Повнимательнее. Давайте, все, тянем персонажей. Все, я лекарь. Блин, я бард. Тролль. Ведьма. Блин, я лучник. Чего? Лучник. Блин, лучник. Новичкам везет, вы видите? Новичкам везет. Сразу лучник. А че, лучник это круто? Лучник даже четыреста лет назад не круто было. Вы че, лучник это самый мощный, самый дерзкий персонаж. Да. Как Медведев сейчас. Да. Ну, примерно. Слушай, ну раз такой мощный персонаж, можно еще минус пять. Подождите, ну. Все. Минус десять. Минус десять. Я все, я тоже. Я проиграл. Даже запиши, даже запиши. Блин, простите. Алло. А, блин, яхта с моделями. Ну, уже, наверное, мы не поедем. Да? Или поедем там-то и играем? Нет, нет. Да мы уже начали играть. Все, давайте, давайте. Играем. Игра. Нет, не поедем. Чартер в Дубай. Ну, тоже придется отменить. Здесь увлекательнее. Ну, да. Пока. И на чем мы там остановились? Кубики. Бросайте кубики. Вот это я знаю. Бросаем кубики на голый животик. Потом берем губками его и кидаем другому игроку. Нет, нет, нет. Просто на картонку. На стол. Сюда, кубики. Просто бросаем кубики на картонку? Да, просто на картонку и все. Как можно по-другому? Шесть! Ты посмотришь? Вам везет. Второй раз. Лучники, е-мое. Еще. Кто не ход, кто, блин, сразу. Все, теперь карточку. Карточку. Тяните и читайте что-то. Все увлекательнее и увлекательнее. Чего там? Что там? Вам на пути встретился пещерный тролль. Он требует от вас три золотых. Если вы не отдадите ему три золотых, вы вступите с ней в беспощадную жесточ... Да что за чепуха? В смысле чепуха? Что это за бред, блин? Я взрослый человек. Ну что это такое? А, для меня отдых это что-то другое. Что-то связанное с саморазрушением. Что-то за что потом стыдно. Не, мне сейчас тоже стыдно. Ну, по другому поводу. За то, что я лучник, блин. Ребята, вам реально нравится вот в это играть? Да ну нет, конечно. Если честно, мы раньше так и отдыхали. Мы тоже пили, расслаблялись. Ну просто это заканчивается плохо. Вот этот напивается, раздевается. Этот вечно нажрется, плачет, что он некрасивый. Этот уходит куда-то, мы его ищем всю ночь. Меня последний раз под Калугой нашли. Я вообще ключи от трусов теряю. Зачем он умненал? Я два раза находил. Да заткнись. Коллеги, как долго я вас не знал? Вы что, вот из-за этого не можете на всю катушку отдохнуть, что ли? Ну да. Ребята, запомните, Рамиса Айвазовича невозможно удивить. Здесь такое происходило, здесь таких троллей драконили во все пещеры. Здесь не то, что кубики, здесь люди жен бросали. Вы что? Запомните, все, что происходит в квартире Рамиза Айвазовича Ёжикова, остается в квартире Рамиза Айвазовича Ёжикова. Ну и немножко на телефоне Рамиза Айвазовича Ёжикова. Ребята, погнали! Ну, в принципе, если мы... Подождите, а Арнелла недалеко ушла? Ребята, погнали! Ну давайте! Я вам говорил, вы... Вы меня будете сейчас! У-у-у! Нормально мы потусили! Чего бы раньше его не звали, да? Какой же я некрасивый! Нормальный ты! Ты вчера красивый был! Нормальный ты! Это что такое было, а? Вы, вы скоты, вы не люди! Это что такое? Я все видел! Все! Ну такое! Ну мы предупреждали же вас! Да вообще, рот закрой, трусы забери свои! Дай мне, дай, дай мне! Рот закрой! Ты, это что надо было такое сказать Арнелле, чтобы она зарыдала? Ты больше никогда не раздевайся при людях, понял? Да я не хотел! Я очень сильно видел, что ты очень сильно хотел! Какое я некрасивый! Ну так не раздевайся, это очень просто! Вот! Молодец! Единственный человек в начале вечера отравился всю ночь, срал! Молодец! Единственное, плохо, Саша, что в спальне! Понятно? Да я не добежал! А ты и не в ту сторону бежал, Саша! Ну и что теперь делать, а? Как вот в таком состоянии работать? Объясните мне! Никак! Я вот как чувствовал, что все, нет, стоп, работа! Поэтому автопати у меня на даче, а? Если у вас апатия, уныние и отсутствие мотивации, включите любой трек Эл Уана и порадуйтесь за то, что хотя бы у него все получилось. Встречайте, великий мотиватор Эл Уан! Я всегда иду вверх, даже когда спускаюсь на лифте Прохавал успех, я сам у себя всегда на репите Иди за мечтой, ты сам выбираешь, какой будет день Будь твердой водой Я сам в интернете нашел эту хрень Будь как бельмень, всплывая на поверхность со дна Эй! 24 на 7! Нет! 25 на 8! Да! Тебе не нужны попутчики Верь в себя, слушай меня Но если вдруг не получится Это из-за тебя Слышишь? Только из-за тебя И всё будет клёво Будет клёво Всегда слушай Лёву И всё будет клёво Будет клёво Как минимум у Лёвы Будет клёво Всегда будет клёво Брось себе вызов Только не вслух, чтоб никто не услышал Сделай все тихо Когда не получится, скажешь спасибо Будь гибко, настойчив Целься в мечту, мечтая о целях Ты можешь больше, когда ничего ты не сделал Будь как Винни-Пух Медведем в обличии маленькой тучки С дерева бух Но встал и пошел, доставая колючки Не бойся начать Получится точно, но это не точно Действуй прямо сейчас Хотя нет, подожди Дай мне закончить И все будет клево Будет клево Всегда слушай Леву Слушай Леву И все будет клево Будет клево Как минимум у Левы Будет клево Всегда будет клево Будет клево И все будет клево Слушай Леву Всегда слушай Лёву, будет клёво, и всё будет клёво, будет клёво, как минимум у Лёвы. Александр Пташинчук в роли Алвана, Екатерина Маргунова в роли какой-то тёлки с подпевки. Это было шоу «Однажды в России». Увидимся. И всё будет клёво, слушай Лёву, всегда слушай Лёву. Будет клёво, и всё будет клёво. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!